Неудивительно, что в такие сложные для нас всех времена появляются новые виды мошенничества. В некоторых регионах страны зафиксированы случаи, когда люди в камуфляже пытаются на месте штрафовать людей за нарушение режима самоизоляции. На месте сотрудники полиции никого не заставляют оплачивать какие-то штрафы, но в худшем случае, конечно, соберут материал, направят в Роспотребнадзор для принятия решения. И то здесь речь идет о тех, кто нарушает правила карантина, например, прилетев из-за границы. Следующий способ обмана – вам предлагают пожертвовать деньги на создание волшебных таблеток от коронавируса. Как правило, этим занимаются псевдоблаготворительные фонды. Так, чтобы фонды какие-то собирали на препараты, либо на изготовление их, я не думаю, потому что у фондов нет, во-первых, такого разрешения от попечительского совета. Если к вам домой приходят якобы представители управляющей компании и предлагают за вас оплатить жилищные и коммунальные услуги в банковском отделении, не поддавайтесь и сообщите об этом в правоохранительные органы. Как минимум, вы можете посмотреть свою квитанцию, конкретно посмотрев вот в данную строчку или на обратную сторону квитанции, где будут указаны все справочные номера и номера диспетчерской службы, которая уже точно знает, работает ли в вашем доме, допустим, какая-то действительно газовая служба, работает ли там действительно сотрудник ЖИО. А лучше вообще не открывать дверь незнакомцам, даже если они представляются врачами или дезинфекторами. В любом случае, прежде чем открыть дверь, позвоните хотя бы на горячую линию по борьбе с коронавирусом, и вы можете проверить, действительно ли в вашем доме, в вашем районе проводятся какие-то мероприятия. Еще одна уловка для доверчивых граждан. В интернете началась продажа якобы экспресс-тестов и лекарств от коронавируса. Во-первых, лекарств от коронавируса нет. Во-вторых, тестирование проводится только в государственных лабораториях и в нескольких частных. Самостоятельно приобрести тест вы не можете, тем более протестироваться. Тестирование проводится только при участии медицинского работника. Об этом вам скажут в любом региональном Роспотребнадзоре. Медицинские работники производят забор материала для исследования и проводится оно в условиях медицинских организаций или в условиях лаборатории службы Роспотребнадзора. Еще один популярный вид развода. Мошенники создают интернет-страницы, где продаются маски, респираторы, термометры. Они берут предоплату и исчезают. Пользуйтесь только проверенными сайтами, у которых есть реклама, громкое имя. Либо через эти сайты уже покупали товары ваши друзья, коллеги или родственники. Может быть, все эти правила помогут сохранить ваши денежные средства и нервы. Ведь стресс, как говорят инфекционисты, негативно влияет на наш иммунитет. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.